Добрый вечер! Спасибо, что смотрите канал СТС и в эфире Верхнеуральское телевидение. В студии Ольга Питкалюк. Что нового интересного произошло в районе за минувшую неделю, узнаем сегодня. Праздник у тех, кто его делает. Как прошел День работников культуры. Смотрите сами, как живут воспитанники детских домов в Верхнеуральском районе. Людям о людях. Ряд сюжетов о жителях нашего района. Тамара Пушкарева, Алексей Абросимов, Ольга Шрейнер. 24 марта отметили свой профессиональный праздник сотрудники российских библиотек, музеев и выставок, дворцов культуры и сельских клубов, представители творческих специальностей. О том, как поздравили культ работников в регионе и нашем районе, узнаем из сюжета. В канун Дня работника культуры 24 марта в Большом зале Законодательного собрания собрались лучшие представители отрасли. 50 лучших работников культуры нашего региона были признаны лауреатами и получили премии и нагрудные знаки из рук председателя Законодательного собрания Владимира Мякуша. Среди награжденных актеры театров, библиотекари, руководители домов культуры, детских домов творчества и просто талантливые люди. Конечно, то, что делается в области, это благодаря энтузиазму людей, работающих в клубах, библиотехах, в театрах и так далее. Они на своем энтузиазме вкладывают душу и сердце в свою работу, воспитывают нашу молодежь и развивают культуру и искусство в Челябинской области. В Верхнеуральском районе культурные работники поселения собрались на сцене городского дома культуры в неформальной обстановке. Приехали как уже опытные мастера своего дела, так и новички. Зульфия Галина Рыбина из Красненского поселения не так давно стала сотрудником культурного центра «Успех». Как положено в праздник, Зульфия приехала не с пустыми руками. Какой можно от себя сделать подарок работникам культуры? Они ведь, в принципе, сами умеют и петь, и танцевать, в принципе, то, что я могу подарить им. Ну вот, мама меня направила на такую мысль, что можно сделать торт человечки, да, символизирует. Один вот мужчина, он немножко у нас падает, вот даже баланс у него, он с микрофоном поет, а женщина танцует в платье руссконародном. И среди, вот они всегда среди цветов красивая сцена, оформлены там шарами, то есть цветы это символизирует вот сцену. Поздравить работников культуры пришли заместитель главы района по социальным вопросам Сергей Машкин, председатель районного собрания депутатов Иван Машкин, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Александр Звягинцев. В культуре идут влюбленные в свое дело и безгранично преданные профессии энтузиасты, благодаря которым воссоздаются, сохраняются и премножаются духовные и национальные богатства. Примите искреннюю благодарность за ваш талант, мастерство и постоянный творческий поиск. Желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма и большого личного счастья. Лучших представителей сферы культуры наградили грамотами Министерства культуры, главы района, собрания депутатов. За размещение материалов о проделанной работе в СМИ культ работников поблагодарила начальник отдела культуры Анна Середа. За плодотворное сотрудничество с Верхнеуральским телевидением и по случаю праздника культурных работников наградила грамотами директор ВТВ, помощник депутата ЗСО Константина Струкова Ольга Питкалюк. У нас с вами одна аудитория. У вас зрители и у нас зрители. И нам очень приятно, что мы с вами дружим. И именно вот сегодня здесь хочется сказать слова признательности и благодарности за ваш труд. Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере с песнями и теплыми словами в адрес коллег. В последнее время муссируется много информации в обществе по жилью для детей-сирот, в том числе и в Верхнеуральском районе. Наша съемочная группа приняла участие в работе комиссии по инспектированию жилых помещений для выпускников детских домов. Татьяна Иванова получила жилье по улице Цветочной больше года назад. Казалось бы, нужно радоваться жизни, но в сердце девушки не знает покоя. В квартире, где девушка проживает с мужем и ребенком, постоянно случаются какие-то поломки. Сосед Татьяна Александр тоже устал от непрекращающихся проблем. Вода зимой перемерзала, морозы. Также посмотреть, канализация, она не соответствует договору. Там даже и нету 10 метров, хотя там 30 метров, по-моему, должно быть. Что еще, можно сказать. Проводка тоже у нас горела, мы сами лазили, делали все. В феврале Верхнеуральск посетили представители Общероссийского народного фронта. Они выявили ряд нарушений в домах, построенных для детей-сирот. Приезд федералов получил резонанс. Глава района Сергей Айбулатов поручил в кратчайшие сроки проинспектировать квартиры-сирот и устранить все замечания. Продавцы жилья и ответственные лица ликвидировали часть неполадок. Остальное пообещали сделать позднее. В средний раз, когда они приезжали, они говорили, что я им все сказала, они сказали, что мы это все запишем, и грядяки, ну, это скажут, он будет постепенно это исправлять. Вот, допустим, дверь не поменяли, она как межкомнатная стояла, так и стоит она вот рушится, то, что из-за погодных условий она крошится вся. Потом стенки, то, что они вот тонкие, слышимость, то, что вот машина по тросе ездит, у нас все прекрасно слышно. То, что стенки не обработаны, обои так и отпадают. То, что перечислила Татьяна, еще полбеды. Гораздо больше жильцов волнует электричество, водоснабжение и канализация. Зимой в доме неоднократно были проблемы с проводкой. В первый раз это случилось перед выходными. Девушка позвонила в администрацию, но ей сказали подождать до понедельника. Ждать жильцы не могли и постарались справиться с поломкой самостоятельно. Во второй раз Татьяна обратилась к начальнику управления имуществом и земельными отношениями Алле Ёлкиной. Проблему решили, заменив электрический автомат. Все это случилось незадолго до приезда Общероссийского народного фронта. После того, как они приехали, у нас опять замерзла вода, я также обратилась опять уже к Ёлкиной напрямую, потому что она когда приехала сюда, сказала, что у меня не обращались. Я говорю, ну если ваши подчиненные не докладывают вам о наших претензиях, я говорю, буду звонить вам напрямую и говорить. Кроме того, жильцы полагают, что при строительстве дома были допущены ошибки в системах водозабора и канализационных стоков. Со слов Татьяны и Александра, в питьевой воде образуется какой-то черный налет, похожий на мазут. Точно такие же примеси они видят в туалете. Подрядчик брал пробу воды для экспертизы. Она показала, что все в норме, однако Татьяна этому не верит. К тому же эксперт Общероссийского народного фронта убедил, что расстояние между водопроводом и канализацией слишком маленькое. Постояльцы квартир не винят во всем администрацию и строителей. Они понимают, что некоторые проблемы они должны решать сами. Например, подклеить обои. Правда, это проблематично из-за того, что стены ничем не обработаны. Говорят, что мне должны прийти и приклеить обои. Это я могу с ума сделать. Но я просто даже не понимаю, на опилке, каким клеем нужно клеить обои. Жильцы признаются, что не все владельцы содержат дома в чистоте и порядке. Соседка Татьяны и Александра организовала свалку возле своей квартиры. Мусорного бака на территории нет. Приходится вывозить мусор самостоятельно. Поэтому те, кто это делать не может или не хочет, выбрасывают отходы, как говорится, не отходя от кассы. Для того, чтобы установить мусорный бак, им необходимо обратиться в городскую администрацию. У нас на территории работает управляющая компания «Город Плюс». То есть с ними необходимо будет заключить договор, определить место установки мусорного бака. Есть определенные требования. Там асфальтированная площадка, огороженная металлической сеткой. После того, как эти условия будут выполнены, будет установлен бак. Но нужно понимать, что за этим баком необходимо будет присматривать, чтобы его не сдали металлолом, какие-то иные лица. Надо будет оплачивать вывоз мусора. Комиссия, которая в очередной раз проинспектировала дома детей-сирот, тоже пришла к выводу, что большинство относится к квартирам халатно. Жильцы не оплачивают коммунальные услуги, пускают квартирантов, что по закону запрещено. «Предоставляли детям-сиротам, признанным нуждающимся, но по факту проживают посторонние лица, которые даже не могут сказать, кто им предоставил это жилье. Они ссылаются на администрацию, но администрация однозначно никакого согласия не давала. Мы даже не знаем, что эти люди заключили между собой какой-то договор». Без согласия администрации в домах детей-сирот не могут проживать третьи лица. Незаконным жильцам дали 10 дней, чтобы покинуть квартиры. Многие квартиры отключены от электроэнергии за неуплату. Из-за этого образуется сырость, в результате чего появляется плесень. «Двери в очень плохом состоянии. Неоднократно теряли ключи, пытались заменить собственными силами. Где-то эти двери просто вмятины, видимо, открывают либо ногами, либо еще как-то». Что касается недостатков, допущенных во время строительства, они будут устранены до 15 апреля. Поставщики обязались выполнить все предписания прокуратуры в установленный срок. Ряд вопросов обсудили на очередном собрании депутатов. Подробности работы избранников народа смотрите в нашей рубрике «Слово депутату». Более 10 важных вопросов рассмотрели депутаты на очередном заседании. Первой выступила Светлана Варданян, председатель контрольно-счетной палаты. Она представила отчет о работе органа финансового контроля за 2016 год. В рамках полномочий КСП за этот период было проведено более 80 экспертно-аналитических мероприятий, 29 экспертиз и 46 проверок. Светлана Олеговна выступила с инициативой увеличить штат сотрудников контрольно-счетной палаты из-за высокой нагрузки и большого числа полномочий. При создании контрольно-счетной палаты собрание депутатов Вишневральского муниципального района молчало весь объем полномочий, которые необходимы исполнения, отданному муниципальному федерации сотрудникам. Обредили всего штатную численность в количестве 4-4 месяца. Депутаты приняли информацию к сведению и решили заняться этим вопросом на следующем заседании. О начале подготовки к отопительному периоду рассказал начальник управления инженерного обеспечения Олег Тесновец. Он отметил, что несмотря на то, что отопительный период еще не завершен, работа в этом направлении уже проводится. Депутат от Спасского поселения Игорь Панов спросил докладчика о принятых мерах по переходу Спасской школы на пилетное отопление. Узнать, как ведется работа в этом направлении и планируется переход на индивидуальное пилетное отопление в другие социальные объекты, в частности, Дом культуры. Кроме того, Олег Тесновец озвучил выделенную в 2017 году сумму на газификацию. Она составляет порядка 26 миллионов рублей. С информацией по борьбе с чрезвычайными ситуациями выступил начальник отдела ГОИЧС Евгений Бритов. Несколько проектов положения об оплате труда представила на рассмотрение депутатов заместитель главы района по финансам Ирина Багруденко. С инициативой передачи автобуса оснащенного системой ГЛОНАСС в степное поселение выступила начальник управления имуществом и земельными отношениями Алла Ёлкина. Также в собрание поступило обращение от депутатов межозерного поселения Натальи Кожевниковой и Федора Детловского. Оно касалось некачественного оказания медицинской помощи в местной больнице. Три года еще назад были два стационала, круглосуточный, дневной, в том числе детское отделение. На сегодня не имеет вообще ни одного только места. Поэтому население поселка 9000, это только по фактической переписи, население поживает гораздо больше. В том числе очень много населения работоспасов, то есть в возрасте до 50 лет, детей много. И вынуждены обращаться за помощью, за медицинскими услугами чаще всего в город Кучевы. Депутаты, выслушав коллег, приняли решение отправить запрос министру здравоохранения Челябинской области Сергею Кремлеву для дальнейшего разбирательства. Депутат Андрей Вертников, представляющий интересы Верхнеуральска, выступил с обращением о работе местного отделения Сбербанка. Частые технические сбои, большие очереди, недостаточная площадь помещения и другие проблемы приводят к негодованию граждан. В отделении ведется электронная очередь, что очень удобно для клиентов, но из четырех окон для приема постоянно работает одно-два окна. Кроме того, имеет место постоянный сбой в программном обеспечении, вызванной отсутствием связи с интернетом, что еще более усугубляет ситуацию. Прошу руководству коммерческой организации по Узбербанк России организовать работу операционной части в городе Верхнеуральске по улучшению обслуживания жителей района, а также своевременное пополнение денежных средств в банкоматах города Верхнеуральска. Депутаты поддержали инициативу Андрея Вертникова и добавили, что пора привлекать в территорию другие банки. И мы должны получать качественное обслуживание, потому что понятно, что Сбербанк, мы на полиции фактически в нашем районе, и здесь нужно тогда посмотреть, не знаю, может быть там УФАС посмотреть, но со всех сторон он навалится. В заключении заседания были рассмотрены обращения избирателей о выделении денежных средств. Субтитры создавал DimaTorzok Кредитно-потребительский кооператив «Агрупп» предлагает вам воспользоваться материнским капиталом на покупку или на строительство жилья. Грамотное юридическое консультирование, сопровождение сделки на всех этапах работы, не дожидаясь трехлетия ребенку, без правок и поручителей, с возможностью покупки недвижимости у родственников на законных основаниях. Без скрытых комиссий у нас фиксированная сумма, в том числе деньги в день сделки. Рада видеть вас по адресу. Город Верхнеуральск, улица Советская, 29, офис 11. Телефон 8 900 083 70 90. Специалист Черного Елена Олеговна. Заработай вместе с нами. Даем 2000 рублей за каждого приведенного вами клиента. В этом доме хорошая печь. В этом неисправная. Была. Приведи свою печь в порядок. Давай, шеф! На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. Просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. У меня самолет. В Верхнеуральском районе трудится лучший социальный работник Челябинской области. По результатам регионального конкурса победу одержала наша землячка, сотрудница комплексного центра Тамара Пушкарева. О ее работе предлагаем посмотреть наш следующий сюжет. В Челябинской области завершился второй этап конкурса «Лучший социальный работник-2017». Его основные задачи – это повышение престижа социальной работы, обобщение положительного опыта сотрудников, привлечение в отрасль молодых кадров. От нашего района в конкурсе приняла участие Тамара Пушкарева – социальный работник комплексного центра. Она стала победителем в номинации «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания». 23 марта коллеги поздравили Тамару Григорьевну в торжественной обстановке. Спасибо вам за ваш труд. Вы очень хороший человек, очень хороший работник. Будет из-за приказ, который предоставит Вере Григорьевне возможность поощрить и нашу номинантку, и тех людей, которые подготовили документы на награждение для конкурса. Мы вами гордимся, вас очень любим. А как любят вас ваши бабушки, это мы тоже знаем. Поэтому хочется пожелать вам дальнейших творческих успехов в работе, чтобы вы и дальше нас радовали. Счастья, любви. Самого-самого наилучшего. Поздравляю. Тамара Пушкарева трудится в социальной сфере с 2002 года. Она всегда готова помочь и поддержать своих подопечных. Работа дает ей возможность отвлечься и разнообразить свою жизнь. Дочери Тамары Григорьевны «Любовь» и Екатерина пошли по стопам матери. Сейчас они также являются социальными работниками. Они обслуживают добросовестно. Ходят в аптеку, покупают лекарства, продукты носят, водичку, потому что у меня нет воды, бетончиками, дрова носят. Мне 80 лет уже. Здоровья тоже уже нет хорошего. Иногда приезжают дочери ее, потому что у них машины. Вот закажешь продукты какие-нибудь, тяжело, их попросишь, они дали свой номер, телефон, и они привозят на машине на своей. Хоть Кате, хоть Люба. Они девочки тоже такие общительные, доброжелательные, всегда приходят, ласково обращаются. Сама Тамара Григорьевна признается в любви своим бабушкам. Она живет их мыслями, их проблемами, их домашними заботами. Бабушки у меня все хорошие, я их всех люблю. Дай бог они, чтобы долго жили, не болели никогда, ну и мне бы с ними весело было бы. Мы желаем Тамаре Григорьевне удачи и дальнейших побед в профессиональной деятельности. Бизнесом можно заниматься в любом возрасте. Это доказал герой нашего сюжета, житель поселка Карагайский Алексей Абросимов. 80 лет он продолжает развивать когда-то начатое дело. Следующий сюжет вышел специально к юбилею Алексея Федоровича. Хорошая жизнь не преподносится на ладони, за нее нужно бороться. Такой вывод сделал Алексей Абросимов на пороге очередного юбилея. 28 марта ему исполнилось 80 лет. Несмотря на солидный возраст, Алексей Федорович продолжает трудиться. Наш герой – успешный предприниматель. Он владелец гостевого коттеджа в поселке Карагайский, а также крупного магазина и сауны в поселке Межозерный. Успех не свалился на него, как снег на голову. К нему он шел по тернистой дороге, где помимо побед случались и неудачи. Поэтому для начинающих бизнесменов у него только один совет – не жалейте себя и как можно больше работайте. Начинать надо с того, что вот хотите делать, что тут не думать там это, не мечтать, вон как, нельзя самому вкалывать. И мне приходилось вкалывать, и торговал, и рыбу ловил, продавал, и все. Были времена трудные, 90-е годы. Ягоды собирал, продавал. Для меня Алексей Федорович, конечно, это в первую очередь позитивный человек, очень энергичный. И человек, на который он надо и нужно равняться. В отличие от многих людей, у которых тоже есть куча идей, но эти идеи редко реализовываются. Все его идеи всегда воплощаются в жизнь. Бизнесом Алексей Абросимов начал заниматься в начале 90-х. Перестройка изменила привычный уклад его жизни. Наш герой осознал, что в новых условиях нужно действовать так, как диктует время. Была у меня брокерская контора, работали на биржах, товарно-сорьевых биржах работали. На Челябинской, Магнитогорской, Уфимской. В общем, занимались бизнесом. Ну вот, после этих бирж уже начал самостоятельно там вести свой бизнес. Ну, бизнес был обширный. Много было всяких проведенных сделок, работ. В 1997 году Алексей Федорович решил, что с крупным бизнесом пора завязывать. Он передал его сыну, а сам ушел в предпринимательство. Он построил базу отдыха «Незабудка», откуда открывается прекрасный вид на березняк Карагайского бора. Сегодня гости коттеджа могут посетить здесь сауну, поиграть в бильярд и настольный теннис, отдохнуть в уютной беседке с мангальной зоной, организовать банкет и просто хорошо провести время, отправившись в лес на лыжах. Сам я все время, всю жизнь, я в субботу, воскресенье, я в городе, где бы ни был, я не находился, я всегда выезжал на природу. По крайней мере так. Мечтал жить в лесу, чтобы не утром встать и бегать по лесным дорожкам. Вот была моя мечта. Вот она воплотилась у меня. Название базы отдыха родилось не случайно. В детстве маленький Алексей с мальчишками подстреливали воробьев из рогаток и случайно убили ласточку. И вот нам ее стало жалко. Мы ее похоронили. Сверху, значит, нарвали незабудки, цветочек незабудок, стеклышко положили и похоронили. Вот с тех пор у меня в памяти эти незабудки, цветы всегда есть. И я вот назвал в честь этого, в честь своей памяти назвал. До того, как стать бизнесменом, Алексей Абросимов прошел славный трудовой путь. Наш герой родился в селе Новоахунова, где его с раннего детства приучили к труду. Он ухаживал за скотиной, полол картошку на полях, а главным развлечением была рыбалка. В то время рыбы было очень много. Мать вязала сама бредни. У меня старший брат был, ему большой бредни вязали, а мне, как я там, маленький. Вот я своих друзей маленьких, там двух-трех, соберу, мы на раз на речку, туда-сюда, значит, наловим рыбу. Привожу я там бочку у нас под скатом, под крышей стояла, вода, я ее туда брошу. Отец и мать же на работе целый день, нет никого. Вечером мать приходит с работы, что готовит летом. Ни холодильника уже ничего нету. Лезет в эту бочку, ловит рыбу, все, жарит, уха. После школы он четыре года проучился в техникуме, механизации и электрификации сельского хозяйства. Затем поступил в Магнитогорский горный институт, где получил профессию горного электромеханика. Оттуда его направили в копейские шахты. Организовал лабораторию автоматики. Ну, не сам организовал, помогли мне, ну, назначили, вернее, меня. Организовал-то я все сам организовал. Начали, значит, набрал коллектив, начал автоматизацию предприятий. Подъемных установок, вентиляторных, водоотливных установок на шахтах Копейска. После крупной аварии на одном из объектов Алексею Федоровичу предложили поступить в аспирантуру горного института. Сначала он сомневался в своих силах, но позже согласился и спустя время защитил кандидатскую диссертацию. В 80-х Алексей Абросимов приехал в Верхнерайск. Здесь он работал начальником участка в райсельхозэнерго, а затем главным инженером в райсельхозхимии. Затем вот здесь, в Карагайске, освободилось место главного энергетика, и я перевелся сюда. До 89-го года я работал главным энергетиком в Карагайском собхозе. Со своей супругой Тамарой Константиновной Алексей Абросимов живет душа в душу уже больше 50 лет. Она поддерживает его во всех начинаниях. Вместе они как две половинки одного целого. Свадьба у нас была комсомольская, очень веселая. Конечно, мы в одной упряжке трудились, семью создавали, детей растили, в согласии абсолютном. Все у нас получалось и получается. Супруги Абросимова вырастили троих прекрасных детей – сына и две дочери. Все ей заняли достойное место в жизни. Отец всегда был для них примером. Особенно они благодарны маме и папе за беззаботное детство, которому многие могут только позавидовать. Такой праздник, вот знаете, такой вот постоянный праздник. Это вот выезды на природу, значит, на увельды, на юг. Это вот, ну, такие прямо впечатления неизгладимые очень. Он меня научил кататься на коньках, научил кататься на лыжах, привил любовь к спорту. Вот за это очень большое спасибо ему. То есть такая активная жизнь. Я помню, как мы по каким-то склонам на машине ездили. Тогда это казалось все очень страшно. Мы постоянно где-то застревали. Нам нужно было откапывать машины где-то, то где-то зимой, то летом. В общем, такие яркие, экстремальные впечатления. Я благодарна бесконечно, что у меня была такая возможность проводить почти все лето на море. То есть это почти как второй дом получился. Папа купил там квартиру, и мы всей семьей, один, другой, третий, иногда все вместе проводили там очень много времени. Ольга живет в Екатеринбурге, Наталья в Москве. Приехать в родной дом для них настоящее счастье. Внуки тоже обожают проводить время в Карагайском. Но еще больше они любят дедушку, который учит их правильным вещам. Дедушка для меня очень многое значит. Он научил меня очень многому. Научил рыбачить, научил собирать грибы. Всегда дает боевой настрой перед какими-то важными делами. Всегда помогает в трудных делах. Я желаю ему счастья, здоровья, удачи и любви. Дедушка меня всегда учил труду, любви к природе. Мы с ним часто выезжали на природу. На мой день рождения мы справлялись здесь, в Карагайке. И я взял с собой друзей. Теперь они меня постоянно достают вопросами, когда еще раз поедут. У тебя через один день хороший праздник. Я рада, все рады. Один ты у нас такой, кого может душа полюбить. Все плохие дни были в прошлом. Но я с тобой никогда не расстанусь. Ты сделал все в нашей жизни. Научил нас. Спасибо, что ты есть. 80 лет – это еще не итог, а всего лишь очередная страница насыщенной жизни этого удивительного человека. Юбилей Алексей Федорович встретил в кругу самых близких сердцу людей. Для него лучший подарок – это внимание и любовь родных. В такие моменты понимаешь, что живешь не зря и все делаешь правильно. Крепкого здоровья, крепкого долгих лет жизни, чтобы в доме всегда было тепло, уютно, весело, чтобы хватало сил на все задумки. Будем равняться, будем приезжать, будем видеться, общаться. Дедушке уже много чего пожелали. Я ему еще раз пожелаю здоровья, потому что здоровье – это главное. Я пожелаю ему удачи. Я часто желаю всем удачи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня очень мало людей, кто был бы готов делать что-либо, на энтузиазме. Районный краеведческий музей занимается поиском волонтеров – молодых ребят, кому будут предложены несколько направлений деятельности. Предлагаем подробнее узнать из нашего сюжета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы любите историю, старину, увлекаетесь краеведением и хотите принести пользу себе и обществу, становитесь волонтером Верхнеуральского краеведческого музея. Эта программа призвана объединить подростков и предоставить им возможность окунуться в мир экспонатов. Дело в том, что идея волонтерства, она сейчас вообще в нашей стране приобретает все большую популярность каждым годом. Конечно, у нас в первую очередь эта идея возникла в связи с тем, что не хватает иногда рабочих рук, творческих идей. Волонтерская программа ориентирована прежде всего на подростков. Школьники – это генераторы идей. Сотрудники музея хотят привлечь активных ребят к подготовке и проведению мероприятий, работе над многочисленными проектами. Волонтеры научатся проводить экскурсии, заниматься исследовательской, секретарской, курьерской работой, будут оказывать помощь в рекламной деятельности музея, проводить конкурсы для младших школьников, участвовать в театрализованных постановках. Очень важную роль волонтеры могут сыграть в сохранении памятников культурного и исторического наследия. Конечно же, мы преследуем и такую цель, как профориентация. То есть мы хотели бы готовить будущие кадры для своего музея и для туризма в целом на территории нашего района. Поэтому работа в музее, вот такая волонтерская работа, она даст ребятам возможность почувствовать интерес к этой деятельности. И если он появится, мы поможем им поступить в Челябинский государственный институт культуры. Работа волонтеров не останется незамеченной. Ребята получат сертификат и благодарственные письма. А это хороший бонус для пополнения портфолио при поступлении в ВУЗ. Чтобы стать членом музейного братства, необходимо заполнить анкету и пройти собеседование. Нам собеседование нужно бы провести для того, чтобы узнать направление, в котором ребенок бы мог себя проявить. Возможно, это художественное направление, оформительское. Возможно, это речь и это будущий журналист, который может тоже попробовать себя в качестве экскурсовода у нас. Вот в таком плане. То есть, простудировать почву, на что способен этот ребенок. По всем вопросам вы можете обратиться по телефону 2-12-72. Приходите в музей, и вы получите уникальный опыт. 23 марта состоялся бенефис почетной читательницы Верхнеуральской городской библиотеки Ольги Шрейнер. Наша съемочная группа побывала на творческом вечере. Подробности смотрите далее. Ольга Шрейнер хорошо известна людям, не безразличным к литературе. Ольга Николаевна пишет стихи и прозу. Ее работы неоднократно отмечались достойными наградами. 23 марта в Центральной городской библиотеке состоялся бенефис этой творческой женщины под названием «Страница необыкновенной жизни». В 2016 году Ольга Шрейнер стала почетным читателем городской библиотеки. Получить это звание для нее было несложно. С книгами она не расстается ни на день. С самого детства Ольга много читала. Семья этому всячески способствовала. Мама Ольги Шрейнер работала библиотекарем. Папа писал стихи, поэтому литература занимала особое место в их доме. Для меня это, конечно, очень престижно стать почетным читателем нашей библиотеки, поскольку книга – это сила, это никто не оспаривает. И сейчас хоть и говорят, что сетевое творчество заменит бумажной формат книг, но это далеко не так. Ольга Николаевна всегда была творческой личностью. Но серьезно заниматься писательством она стала после ухода с работы. Много лет она отдала службе в органах внутренних дел. Талант следователя замечали уже в то время. Ольга Шрейнер с коллегами часто проводили девичники, где обязательно были тосты о любви. Лучше Ольги Николаевны никто не мог сказать об этом прекрасном чувстве. До сих пор в отделе хранятся ее листочки с записями. Когда большой класс сотрудников ушел, Ольга Николаевна по водушке осталась самой старшей. И, конечно, мы вокруг нее были как дети, как младшие братья и сестры. Она, конечно, с нами очень много возилась и по работе, и наставляла все. И в том числе в быту какие-то житейские моменты. Ну и, конечно, как бы она нас сплачила вокруг себя. И вот эти вот произведения, ее незабываемые стихи, которые мы сейчас, нет-нет, тоже достаем из этого файлика с этими черно-белыми рисунками, потому что так мы сказать не умеем и не можем, и мы их периодически читаем. Ольга Шрейнер заняла достойное место в литературном пространстве. В 2014 году ее прозаические миниатюры были опубликованы в четырех выпусках областного альманаха «Графоман». Кроме того, она стала номинантом Национальной литературной премии «Писатель года» в номинации «Дебют». А в 2016-м в зале Законодательного собрания Челябинской области Ольга Шрейнер приняла участие в торжественной церемонии награждения участников 5-й Южноуральской литературной премии. Пристрастилась писательницей к сетевой литературе. Она публикует свое творчество на порталах «Проза.ру» и «Стихи.ру». На сегодняшний день у нее более 30 тысяч читателей. Кроме того, в мае прошлого года я была номинирована на «Ровного писателя». В этом случае, значит, за меня должны были в течение мая месяца, вот здесь вот я перечислила произведение, за которое я была номинирована, за меня голосовали. И я очень благодарна голосовавшим там в интернете, я получила, заняла седьмое место. Это из 45 участников, и я вошла в золотую десятку, так сказать. Мероприятие сопровождалось чтением отрывков из произведений Ольги Шрейнер. Выступала как сама Ольга Николаевна, так и ее коллеги по Перу, члены литературного объединения «Истоки». Наша землячка продолжает покорять литературный олимп. В 2017 году ее номинировали на ежегодную литературную премию «Наследие». Все уверены, что это не последнее достижение автора. Коротко о других событиях смотрите в рубрике «Одной строкой». На расширенном аппаратном совещании рассмотрели пять основных вопросов. Об организации проведения районных культурно-массовых мероприятий рассказала Анна Середа, начальник отдела культуры. В 2017 году запланировано 24 мероприятия с привлечением финансирования, два из них областного уровня. По областным мероприятиям в этом году мы будем проводить областной фестиваль конкурс вокально-инструментальных ансамблей рок-групп «Виниловые острова». Этот фестиваль проводится раз в два года. И первый раз мы будем проводить в этом году зональный фестиваль звонарей «Перезвоны» на территории нашего храма. О подготовке к летней оздоровительной кампании доложила заместитель начальника управления образования Наталья Урцева. Около 500 детей в этом году отдохнут в детском оздоровительном лагере «Заря». Кроме того, будут работать 17 лагерей дневного пребывания. Отдохнуть дети смогут и в санаториях по линии управления социальной защитой населения. Всего на организацию летнего отдыха в 2017 году предусмотрено 8,881,000 рублей. Это средства местного бюджета 5,334,7 тысячи. И субсидия областного бюджета 3,346,000 рублей. О надзоре в сфере охраны памятников природы рассказал Дмитрий Яско, начальник участка специальной службы охраны и государственного надзора особо охраняемых природных территорий Челябинской области. На территории Верхнерайского района 8 памятников природы. Контроль над их сохранностью осуществляют с помощью рейдов, в ходе которых составляются акты и протоколы. В 2016 году было выявлено более 100 нарушений. Возник вопрос о горе Извоза, где статус памятника природы мешает проводить спортивные соревнования и прокладывать лыжню. Глава района Сергей Булатов попросил Дмитрия Александровича найти способы сделать памятник природы туристическим местом, не нарушая при этом закон. Я считаю, что здесь Дмитрий Александрович должен быть нашим единомышленникам и помощником, причем не нарушая закон о Челябинской области. Он должен нам помочь найти телюлили, постучавшись с которой, мы должны сделать исключение из правил, которые прописаны в части его наведения порядка на георгии заводства. Заключительным выступлением стал доклад начальника ГО и ЧС Евгения Бритова о мерах по безопасному пропуску паводковых вод. Он дал информацию по местам возможного подтопления на территории района и о том, какая проводится работа по минимизации рисков для населения. Главы службы по безопасности в поселениях инспектируют опасные зоны. Так, в Урлединском были осмотрены гидротехнические сооружения и водопропускные трубы, чтобы предотвратить ЧС в период паводка. Единая дежурная диспетчерская служба призывает граждан проявить активность в этот неспокойный период и оперативно сообщать об опасных ситуациях. 30 марта состоялись выборы главы Петропавловского поселения. Напомним, что экс-руководитель территории Владимир Огородников по собственному желанию сложил с себя полномочия. В итоге на эту должность был назначен Михаил Коробейщиков, который в свое время прошел путь от специалиста ЖКХ до заместителя исполняющего обязанности главы поселения. Желаем Михаилу Николаевичу успехов в новом статусе. На территории Верхнеуральского района с февраля по март проходили мероприятия, приуроченные ко дню молодого избирателя. Территориальная избирательная комиссия Верхнеуральского района провела два конкурса. Сочинение на тему выборы в районе и лучшая социальная реклама, привлекающая нашу молодежь на выборы. Очень активно выразили свое мнение учащиеся Степнинской, Спасской, Верхнеуральской, Второй, Сухтелинской и Уральдинской школ. По итогам конкурса сочинения победителями стали 8 класс, 1 место у Виктории Кудриной, Уральдинская средняя школа, 9 класс у Альбины Тимура Леновой, Спасская школа, 10 класс у Айгуль Макаевой, Спасская школа. В конкурсе на лучшую социальную рекламу первые места в номинациях заняли. За лучший макет наружной социальной рекламы первое место у Елены Донковцевой, ученицы Спасской школы. За лучший видеоролик «Мой взгляд на выборы» первое место у Андрея Моисеева, ученика Степнинской школы. В номинации за лучший наглядно-раздаточный материал для привлечения молодежи на выборы первое место у Оксаны Прониной, ученицы Спасской школы. Школьные каникулы на Радуге. 28 марта в школе номер 2 города Верхнеуральска прошел слет активистов района. Лидеры встретились на площадке идей, чтобы обменяться опытом, завязать новые знакомства и получить знания по ученическому самоуправлению. У нас папы так вскакали в стихологии. Это мы привезли из Анапы. Всероссийская молодежная смена. Я – ракета, я – ракета, полетела в космос, полетела в космос. Раз – стеклоза, два – стеклоза, а вокруг планеты и солнца и луна. Школьники разделились на несколько отрядов и отправились по станции. Главная цель этапов – научиться взаимодействовать в команде. Многие задания были связаны с окружающим миром, поскольку 2017 год объявлен годом экологии. Встретились школьники с интересным человеком. Беседа в формате «100 вопросов взрослому» прошла с Александром Звягинцевым, председателем местного исполкома партии «Единая Россия». Он рассказал ребятам о своих жизненных принципах, убеждениях и пожелал молодежи упорно идти к своим целям. 24 марта на территории 2-й городской школы прошла выставка скворечников, в которой приняли участие учащиеся с 1-го по 4-й классы. Ее открытие приурочили Году экологии. Выставка скворечников – настоящая карусель, объединенная в одно целое неземной фантазии авторов – детей, живущих с мечтой о красоте, доброте и радости. Главная цель мероприятия по задумке организаторов – это прежде всего преемственность семьи и школы, воспитание, чувство прекрасного и, конечно же, забота о братьях наших меньших. На выставке было представлено более 50 домов для пернатых. Часть детей забрали скворечники домой, а все, кто пожелал, подарили их птицам, живущим возле школы. Три скворечника разместили в школьном дворе, а еще 26 дождутся детей после каникул и будут развешаны в городском саду. 27 марта в Петропавловской сельской библиотеке состоялось открытие недели детской книги в гости к книжной королеве. На мероприятие к ребятам пришла королева книга. Она открыла праздник и познакомила школьников с детскими писателями. Ребята активно участвовали в играх и викторинах по произведениям известных авторов. После мероприятия ребята еще больше убедились, как важно читать книги. Продолжается интернет-опрос населения о качестве работы местной власти, эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений. Пройти его можно на официальном сайте района администрации по адресу верхнеуральск.ру. Кроме того, на портале депутат.клуб проводится голосование с целью оценки эффективности деятельности депутатов Государственной Думы. Призываем вас принять участие в вопросах и поделиться своим мнением. 27 марта профессиональный праздник отметили войска Национальной Гвардии Российской Федерации. Федеральная служба войск Национальной Гвардии создана 5 апреля 2016 года. При формировании в ее состав вошли органы управления и подразделения в сфере вневедомственной охраны МВД России. Основными задачами этого подразделения, как и прежде, являются обеспечение безопасности объектов, личного имущества граждан, контроль общественного порядка и безопасности, непрерывное наблюдение за объектами и реагирование на поступающие сигналы в круглосуточном режиме. Под централизованной пультовой охраной сейчас находится порядка 300 объектов в Верхнеуральске и Межозерном, в том числе особой важности и повышенной опасности организаций, предприятий, учреждения здравоохранения и образования, жилища граждан. С 2007 года отделом вневедомственной охраны по городу Верхнеуральску руководит подполковник полиции Виталий Шеляков. Подразделение укомплектовано 32 аттестованными сотрудниками. Благодаря профессионализму и слаженной работе сотрудников еще ни разу не было допущено краж сохраняемых объектов. Школьники напомнили водителям о правилах дорожного движения. 24 марта сотрудники ДПС и отряд ЮИД школы номер 2 города Верхнеуральска провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение опасных ситуаций на дорогах в период весенних каникул. Цель данного мероприятия в преддверии весенних каникул напомнить детям о правилах дорожного движения, о правилах поведения на дорогах и привлечь внимание водителей. У ребят проверили знания правил дорожного движения, после чего школьники раздали водителям памятки. Уважаемые жители района, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта в период весеннего паводка сотрудниками ГИБДД будет проведена проверка технического состояния мостов, дамп, платин, водопропускных труб и других аналогичных сооружений, расположенных на улично-дорожной сети. Паводкоопасные участки автодорог будут взяты на особый контроль, будут разработаны объездные маршруты транспорта, схема обустройства их дорожными знаками, а также дислокация на них постов ДПС. Будет проверена готовность дорожных и коммунальных организаций к содержанию улично-дорожной сети в период паводка, наличие необходимых запасов противопаводковых материалов, готовность техники высокой проходимости и автобусов для эвакуации людей. На период прохождения паводковых вод будут приближены маршруты патрулирования к паводкоопасным участкам улично-дорожной сети. Обо всех случаях подтопления, размыва автомобильных дорог и дорожных сооружений незамедлительно сообщайте в дежурную часть УМВД России по Верхнерайскому району по телефону 8 351 43 22606 или 22652. Профсоюзная спартакиада работников образования 2017 года посвящена столетию со дня образования профсоюзов. Традиционно она проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, развития культуры, организации досуга средствами активного отдыха. Сами педагоги расценивают спартакиаду как маленькую олимпиаду, участие в которой ответственно и почетно. Весенние каникулы для педагогов выдались насыщенными. 25 марта школа номер один города Верхнерайска распахнула двери для любителей баскетбола. Более 60 игроков и болельщиков наслаждались игрой Форштадтской, Кирсинской, Петропавловской, Межозерных и Верхнерайских школ. Борьба развернулась жаркой, все участники были достойны победы. В итоге лучшими стали педагоги Межозерного, они сыграли в финале с Верхнерайцами. Третье место заняла Форштадтская школа. Все команды были награждены почетными грамотами районной профсоюзной организации и денежными премиями. А 28 марта участников профсоюзной спартакиады принимал физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин». Там прошли соревнования по плаванию. Участниками этого этапа стали педагоги из Верхнерайска, Межозерного, Петропавловского, Форштадтского, Кирсинского, Спасского поселений, а также представители детско-юношеской спортивной школы. Соревнования представляли собой смешанную эстафету, где два мужчины и две женщины вольным стилем должны были проплыть 50 метров. Состязания проходили по регламенту. В первом заплыве участвовали команды Верхнерайского, Межозерного и Форштадтского поселений. Во втором заплыве – Петропавловское, Спасское и Кирсинское поселения. По итогам соревнований лучший результат показали пловцы Форштадтской школы. Дмитрий Рикуник, Владимир Богановский, Ольга Рожнова, Ирина Панофидина. Вторыми были спортсмены Петропавловской школы. Владимир Пигулевский, Сыганды Жаркимбаев, Ирина Котельникова, Надежда Краснопольская. Третье место заняли педагоги города – Евгений Трофимов, Екатерина Голощапова, Алена Кирсанова из 2-й школы и Илья Рысенко из 1-й школы. Четвертое место заняли межодерцы, пятое место Кирсинская школа и шестое место – Спасский детский сад. Надо отметить, что от Спасского поселения в спартакиаде всегда принимают участие только девчата. Подведение итогов и награждение победителей и призеров проходило в теплой дружественной обстановке за чашечкой чая. 25 марта в спортивном зале Межозерной средней школы состоялся турнир-мемориал по борьбе дзюдо среди команд города Училы, Училинского района, города Белорецка, села Уйского и поселка Межозерный. По традиции военно-спортивные соревнования открываются поднятием флага Российской Федерации. Флаг в этот раз внесли воспитанники военно-патриотического клуба «Витязи» и руководитель Сергей Дони. На торжественном открытии соревнований с приветственными словами выступили глава администрации Межозерного поселения Петр Семак и председатель Совета ветеранов Сергей Дони. По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла команда поселка Межозерный. Тренер-мастер спорта по борьбе дзюдо Шамиль Хайбулин. Второе место у сборной команды города Училы и Училинского района. Третье заняла команда города Белорецка. Четвертое у спортсменов из села Ульского. 24 марта в поселке Красненском прошел турнир по шашкам. В нем приняли участие мальчишки и девчонки с 6 до 17 лет. Всего в турнире по шашкам приняли участие 18 человек. Участники были поделены по трем возрастным группам. Абсолютным чемпионом по шашкам 2017 года стал Чуприн Вадим. Всем победителям были вручены грамоты. 24 марта на территории Форштадтской школы проводились соревнования по лыжным гонкам за счет спартакиады учащихся Верхнеуральского муниципального района. Соревнования проводились на дистанции 1600 метров. В гонке приняли участие команды средних школ района в составе 107 участников. Результаты среди средних общеобразовательных и основных общеобразовательных школ вы видите на своих экранах. 26 марта у подножия горы Извоз проведены 9 соревнования по лыжным гонкам Верхнеуральский марафон. В соревнованиях приняли участие все желающие любители лыжного спорта. 52 участника. Призеров в каждой группе вы видите на своих экранах. Информацию о деятельности Верхнеуральского телевидения, а также анонсы передач, вы можете увидеть в официальной группе ВКонтакте УралВТВ и на сайтах телевидения. Наш выпуск подходит к концу. Не переключайтесь, будьте в курсе событий района и смотрите ВТВ. ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 27 марта. В этот день в 1111 году, во время похода в Донские степи, Владимир Мономах одержал блестящую победу над Половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин было разгромлено огромное Половецкое войско, а набеги Половцев на Русь прекратились. ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 31 марта. В этот день, в 1814 году, русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного похода русской армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона. На этой неделе отмечает день рождения заместитель главы района по экономике и финансам Ирина Александровна Бугруденко. Желаем, чтобы удавалось в реальность планы воплотить, чтобы все, что хочется, сбывалось, было интересно жить. Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла. Не забывать, что жизнь прекрасна, здоровье, счастье и добра. С уважением сотрудники Верхнеуральской телерадиостудии. Поздравляем с юбилеем начальника управления имуществом и земельными отношениями Аллу Владимировну Ёлкину. Любите жизнь, любите вдохновение. Пусть радует вас в будущем года. Пусть радостнее будет настроение, а грусть покинет раз и навсегда. Удачи вам и небо голубого. Улыбку солнца, радости, любви и счастья в жизни самого большого. И пусть везет на жизненном пути. С уважением, коллектив ВТВ. 25 марта на 83-м году ушел из жизни почетный гражданин Верхнеуральского района, житель межозерного поселения Владимир Шамарбаевич Нейдбаев. Окончив в 1952 году Верхнеуральскую первую школу, Владимир Шамарбаевич поступил в Магнитогорский металлургический институт. Вся трудовая деятельность его была связана с училинским комбинатом. Он начал трудовой путь мастером, дошел до должности директора межозерного рудника. За 22 года его руководство градообразующим предприятием в поселке были построены школа, детские сады, культурные и спортивные объекты. При нем активно велось строительство жилья для горняков, озеленение поселка, асфальтирование улиц. Владимиру Шамарбаевичу была небезразлична судьба района, родного поселка и людей в нем живущих. Он всегда принимал активное участие в общественной жизни Верхнеуральского и Училинского районов. Был членом Совета старейшин Верхнеуральского района. За свой труд Владимир Шамарбаевич награжден медалями. За трудовую доблесть, за добросовестный труд, шахтерской славы третьей степени, бронзовой медалью ВДНХ и медалью ветерана труда. В 2008 году ему было присвоено звание почетного гражданина Верхнеуральского района. Будучи на пенсии, Владимир Шамарбаевич написал цикл статей «Рудное дело», а затем изложил для потомков свои воспоминания и знания в двух книгах в долине Узельги. Администрация Верхнеуральского района и районный совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти Владимира Шамарбаевича и выражают соболезнования родным и близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кредитно-потребительский кооператив «Агрупп» предлагает вам воспользоваться материнским капиталом на покупку или на строительство жилья. Грамотное юридическое консультирование, сопровождение сделки на всех этапах работы, не дожидаясь трехлетия ребенку, без справок и поручителей, с возможностью покупки недвижимости у родственников на законных основаниях. Без скрытых комиссий у нас фиксированная сумма, в том числе деньги в день сделки. Рада видеть вас по адресу. Город Верхнеуральск, улица Советская, 29, офис 11, телефон 8 900 083 70 90. Специалист Черного Елена Олеговна. Заработай вместе с нами. Даем 2000 рублей за каждого приведенного вами клиента. Редактор субтитров А.Семкин 1 апреля в спортивном зале городской школы номер 1 пройдут соревнования по баскетболу среди мужских команд. Сбор участников и судейской коллегии в 10.00. Начало соревнований в 10.30. 3 апреля в 11 часов в городском доме культуры состоится отчетный концерт художественных коллективов Верхнеуральского агротехнологического техникума Казачьего кадетского корпуса. В рамках фестиваля «Весна студенческая» приглашаются все желающие. Внимание! 5 апреля в 13 часов 20 минут в Центральной городской библиотеке состоится бесплатная онлайн-консультация юриста. Телефон для справок 2-22-62. Уважаемые жители и гости Верхнеуральского района! Приглашаем вас 7 апреля в городской дом культуры на праздничный концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности Виктора Тимофеева. Цена 100 рублей. В программе выступление Виктора Тимофеева с профессиональными музыкантами и артистами. Начало 18.00. Дорогие Верхнеуральцы и гости города! Приглашаем вас на фотовыставку «От сердца к сердцу». Вашему вниманию будут представлены 45 художественных фотографий, авторами которыми являются 14 туристов нашего города. Среди авторов знакомые нам имена Юрий Вертников, Алексей Ковалев, Александр Вернигоров, Игорь Сурменев, Алексей Огонян, Андрей Апсан и другие. День открытия выставки 9 апреля 2017 года. В 14.00 в выставочном зале Верхнеуральского краеведческого музея по адресу город Верхнеуральск, улица Карла Либнихта, 56А. Приятных вам впечатлений! Министерство сельского хозяйства Челябинской области сообщает, что с 1 июля 2017 года в отношении розничной продажи алкогольной продукции в сельских поселениях вступает в силу требования абзаца 8 пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года номер 171. Об оснащении оборудования для учета объема оборота алкогольной продукции техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную систему ЕГАИС в части фиксации и розничной продажи алкогольной продукции. 8 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» состоятся соревнования по армспорту. Сбор участников в 10 часов. Начало соревнований в 10.30. 15 апреля в спортивном зале первой городской школы пройдут соревнования по волейболу среди мужских и женских команд района. Сбор команд в 10.00. Начало соревнований в 10.30. 22 апреля в спортивном зале городского дома культуры состоятся соревнования по баскетболу среди женских команд. Сбор участников в 10.00. Начало соревнований в 10.30. 29 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» пройдут соревнования по гиревому спорту. Сбор участников в 10 часов, начало в 10.30. Настало время узнать о погоде на территории Верхнерайского района в эти выходные. По данным интернет-сайта «Гесметио», в субботу 1 апреля температура воздуха утром минус 10. Вечером уже потеплеет до минус 6 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Воскресенье 2 апреля утром минус 11. Вечером 4 градуса со знаком минус. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. Пасмурно. В эту субботу отмечают День смеха. Дарите друг другу улыбки и смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своих экранах. День смеха. День смеха. Каас-как Fermи. Ветер юго-западный 5-4 метров в секунду. Вbridge можно убрать Барп�. Продолжение следует...